Зачем эволюция оставила мужчинам усы и бороду? Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Растительность на лице у мужчин не помогает согреться и не защищает от пыли. Но это вовсе не значит, что она бесполезна. Волосы на лице являются аналогом боевой раскраски и показателем силы, здоровья у других представителей животного мира, давая конкурентное преимущество в борьбе за самку. Ухоженная борода привлекает много женщин. Есть и другая функция – защитная. Темные, толстые и жесткие волоски на лице сохранились в процессе эволюции, чтобы смягчить силу от удара во время драки или охоты. Так как роль женщин исторически заключалась в том, чтобы быть хранительницей домашнего очага, они добывают пропитание. Растительность на лице оказалась им не нужна. Однако, эта гипотеза встречает критику со стороны ряда исследователей. Не все согласны, что борода способна значимо защитить от удара. Но до 37% силы от удара она поглощает. И если цель естественного отбора – приспособиться и выжить, а полового понравится и размножится, то получается усы и борода действуют сразу в двух направлениях. Вырастают усы и борода из волосяных фолликул под влиянием главных мужских половых гормонов – тестостерона и дегидротестостерона. Причем последний приводит к облысению на волосистой части кожи головы, а на лице, напротив, стимулирует рост волос. У женщин концентрация тестостерона значительно ниже, чем у мужчин, поэтому волоски на лице остаются пушковатыми, то есть тонкими и мягкими, практически незаметными. Впрочем, у разных этносов усы и борода также растут по-разному. Наиболее густая растительность на лице у мужчин принадлежит древнему народу айнов, проживающих на территории Японии и Дальнем Востоке России. У индейцев и азиатов усы и борода практически не растут. Почему – точно неизвестно. Но не исключено, что причиной служат различия в плотности рецепторов андрогенов в клетках волосяных фолликул. Чем рецепторов и гормонов на поверхности волосяной луковицы больше, тем сильнее выражено оволосение и раньше начинается рост. Если рецепторов мало, усы и борода растут хуже. Они также могут замедлить свой рост, либо вообще перестать расти. Например, из-за снижения уровня тестостерона или дегидротестостерона, нерационального питания или недостатка физической активности. Иногда к этому приводит стресс и депрессия. Могут повлиять также наследственные, инфекционные, аутаммунные заболевания и сахарный диабет. В некоторых случаях уменьшение растительности на лице – это реакция на принимаемые лекарства и травмы. Так что обладатели густой бороды и шикарных усов могут тоже лишиться своего биологического украшения. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. До встречи на проекте «Популярная география». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»